Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, прекрасные зрители! Сегодня мы наконец-то едем на дачу. После стольких дней самоизоляции мы едем на дачу. И мы едем по Садовому кольцу. Можете полюбоваться зданиями. Так всё здесь красиво. А сейчас мы подъезжаем к Новому Арбату, но его мы не увидим, потому что мы спускаемся в туннель. Да, кстати, для этой поездки на дачу нам опять пришлось заказывать пропуски. И слава богу, это в последний раз, потому что вскоре пропуски отменили. А раз уж мы заговорили про это, хочу сказать немножко о статистике. На сегодняшний день в Москве заболевших коронавирусом около 210 тысяч, в Московской области 50 тысяч и в Петербурге 20 тысяч. И, наверное, дела не так уж хороши в Москве, потому что хоть и по официальной статистике у нас полторы тысячи заболевших в день, однако же наш мэр не рекомендовал москвичам посещать парад Победы, оставаться дома. А я хочу сказать, что мы сейчас подъезжаем к очередному туннелю, и с правой стороны вы увидите театр сатиры. А перед вами здание, построенное совсем недавно и напоминающее сталинские высотки. Вы помните, что сталинские высотки – это семь высоких зданий, построенных в 1940-х, 50-х годах. В 1947 году городу Москве исполнялось 800 лет, и к этому торжественному событию правительству было и решено возвести 8 высотных зданий. Они должны были олицетворять мощь великой страны и советского народа. Но построить успели только семь сталинских высоток. Субтитры создавал DimaTorzok И вот, наконец, мы уже подъехали к нашей даче, и нас встречает замечательная сирень, которую я высадила у калитки. Сирень очень люблю. В Москве она уже отцвела, но у нас из-за того, что мы находимся намного севернее, скорее мы уже находимся официально в Владимирской области, то у нас сирень сейчас только-только зацветает. Красота необыкновенная. Очень красиво. Ну и наш забор, наши ворота, а еще оформил и дерен пестролистный. Здесь хостел. Когда-то давным-давно я купила немецкий сорт очень красивой белой махровой сирени и посадила ее при входе на участок у калитки. Сирень настолько была хороша, что пошла слава по всему товариществу. И сюда приходило очень много людей полюбоваться ей. Но, к сожалению, бывали такие моменты, когда сирень, кусты сирени очень нещадно выламывали. Сирень, я так думаю, все это поняла, оценила. И теперь, вы видите, она очень сильно выросла. И ее снизу не только невозможно сорвать, но и вообще очень плохо видно. А мы любуемся ею со второго этажа своей дачи. Ее пышным цветением, похожим на морскую пену. Сын купил для меня топор. Очень легкий и очень острый. И важная вещь для хозяйства. А сам он занялся интернетом. Отлично. Посмотреть, что можно сделать, чтобы лучше работал он. Потому что здесь вообще интернет так ужасно принимает. Я, например, могу записывать свои фильмы и что-то делать. только с двух часов ночи до шести утра. То есть спать мне не приходится. Поэтому вот надеемся на него. Ну а мы с Танюшей занялись приготовлением шашлыков. Ну а вот так все трубанок. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok